Дороги в Одессе испытания для владельцев личного транспорта. Даже популярные в городе маршруты далеко не ровные автострады, а погнутые ленты с выбившимися кое-где булыжниками. На французском бульваре проезжая часть превратилась в холмистую местность. Для того, чтобы ее пересечь, автомобилю надо проявить чудеса маневренности. Неожиданный капкан на французском бульваре, одно неловкое движение руля, и машина может угодить в такую ловушку. А это окрестности Привоза. Местные кочки стали главным поводом для брания автомобилистов. Вон колесо, ну сколько стоит. А вот ужасные дороги, вот ужасные. А вот где мы стоим, вот посмотрите назад. Да, вот сейчас я буду назад сдавать, смотрите, как машина сейчас вернет в яму. Ну вот же Привоза, видите, какая дорога. Хорошая. Серпантины дорог подшучивают над спешащими водителями. На перекрестке плиты дорожного полотна раздроблены. Во время быстрой езды можно растерять некоторые запчасти. В Одессе уже давняя шутка стала называть дороги векторами или направлениями. Ландшафт Терраспольского кольца буквально усеян рытвенными. Автомобили подпрыгивают на ухабах, а водители получают свою дозу точечного массажа. Одесситы показывают свое отношение к злободневной проблеме. Вспоминают случаи, свидетелями которых были. Бывает, как бы вот машина, то есть идет с одной скоростью, впереди опять же вот такая вот дорога, яма. Резко останавливается, потому что вот такие вот машины, большинство всех подвески низкие. Останавливается, то есть задний водитель, ну как бы или реакция, то есть не справляются с управлением и опять же заезжают в заднюю часть автомобиля. Она только проезжает здесь и сразу разбивается. Кошмарно. Почему ее тут не делают, вообще непонятно. Колеса порезал. Ямы везде, сплошь и рядом. Все это видят, все это самое знают. Пока одесситы возмущены тем, что городские власти не следят за состоянием центральных магистралей. Мы теряем внешний облик красавицы Южной Пальмиры. Мария Сапкалова, Никита Кричко, 7 канал.